О главных новостях Украины и Мира узнать о подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Обратный процесс. Почему гривня в Украине укрепляется, а цены не снижаются? Опасные лекции. Почему в Прикарпатье студенты вынуждены учиться в полуразрушенном здании, а чиновники не видят в этом проблемы? Призвание помогать. Как в Украине День медика отмечают и почему праздник оказался не для всех? Мигранты их рассорили. Как Германия оказалась на пороге правительственного кризиса и удастся ли спасти коалицию? В результате обстрела боевиков в селе Южное, вблизи Торецка, ранена местная жительница. Пострадавшую госпитализировали со множеством ранений. Кроме того, после минометного обстрела Новотошковского повреждены 22 квартиры многоэтажки. Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил, обстрел зафиксировали наблюдатели совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Огонь по мирному населению пророссийские наемники ввели из населенного пункта Голубовская, применяя минометы. В целом за последние сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины, 9 раз использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории. Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха. Макрон, в свою очередь, отметил прогресс в реформах, в частности, принятие закона о высшем антикоррупционном суде. Несмотря на войну в Луганской области, первую смену принял детский оздоровительный лагерь «Заря». Там проведут летние каникулы более тысячи детей, хотя практически поблизости идут боевые действия. На открытии побывала и наша съемочная группа. Государственный флаг Украины и флаг страны мальчишек и девчонок. Самое поднять! Так открывается новый сезон в детском лагере отдыха под шефном местному рубежанскому химпредприятию «Заря». Звучит украинская песня в исполнении одной из вожатых. Перед четырьмя сотнями детей выступают актеры в костюмах космических пиратов. Но это уже добрые пираты, они уже ничего не будут брать, они уже только вам будут раздавать подарки. На открытие первой смены года к детям приехал и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Можно политикам о многом говорить о каких-то глобальных вещах, безусловно о мире, безусловно о том, что надо его достигнуть. Но надо делать и небольшие, но очень важные для детвора вещи. Надо открывать оздоровительные лагеря детские, чтобы дети здесь оздоравливались, играли, заводили новое знакомство, учили новые игры, чтобы они получали заряд бодрости на весь год. На протяжении лета здесь будут отдыхать дети-переселенцы с оккупированных территорий и те, кто живет непосредственно на линии огня. В этом регионе это особенно важно, потому что в Луганской области, в зоне, которая близка к военному конфликту, дети особенно страдают. И вот эта поддержка сегодня, их возможность пожить счастливой жизнью, это для них вот такой заряд, который будет их поддерживать на протяжении всего года. Именно вот в этом регионе, там, где остро ощущается война. Максим, откуда ты? Из Луганска. Родители переехали сюда, да? Ну да. Почему? Война. Там война и шла, в наш дом залетел снаряд. Но все хорошо уже, никто не погиб. Вожатые занимаются с такими детьми по специальным программам. Поддерживаем морально, пытаемся отвлечь ребенка, чтобы он об этом не думал, потому что еще рожил, он на оздоровление. Из 1050 детей, которые оздоровятся, 170 – это дети переселенцев, это дети, которые особенно пострадали от войны. В 2014-м лагерь прекратил свою работу, но потом, при поддержке химпредприятия «Заря» и основанного Юрием Бойко фонда «Крышталева» Джерело, тут развернулись ремонтные работы, а количество отдохнувших детей здесь стало даже больше, чем было до войны. С 2010-го года, 2015-й, 2016-й, 2017-й, 2018-й, вот эта цифра держится стабильно. До этого цифра была меньше. Дети из Луганской области наперебой выдвигают свои требования лидеру парламентской фракции. Я бы хотела, чтобы отстроили еще те два корпуса и сюда завозились еще больше детей. Что надо сделать? Зверинец, зоопарк, отремонтировать корпуса. Аквариум с рыбами. Аквариум с рыбами. Не, еще надо было в спортзал или что? Дорогу нормальную. Элопорт! Отличный план подготовили. Все, едем выполнять. Договорились? Да! Виктор Ткачук, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер» из Луганской области. Колонна боевой техники и пехота. На Мариуполе сегодня отмечали четвертую годовщину освобождения от боевиков. 13 июня 2014 года силами ВСУ добровольцев из города выбили оккупантов. Как прошел праздник, видели наши корреспонденты. По проспекту Мира до Площади Свободы такой марш Победы уже стал традиционным для Мариуполя. В колонне бойцы полка АЗОВ, нацгвардии, пограничники, морпехи и полиция. Те, кто защищал портовый город в 2014-м и кто защищает его сегодня. Сегодня город Мариуполь входит в шестерку самых безопасных городов Украины благодаря вот этим воинам, которые стояли сегодня на этой площади. Торжественная церемония начинается с вручения наград. Жители города не скрывают эмоций. Те, кто пришел на праздник с ужасом, вспоминают весну 2014-го, когда Мариуполь два месяца находился в оккупации. Здесь помнят, как боевики захватывали административные здания, грабили магазины и банки, а на улицах строили баррикады. Но 13 июня их выбили из города. И когда появился наш прапор, я остановилась, его перехрестила, тридцать и поклонилась. Немалую роль в победе сыграли 150 добровольцев полка АЗОВ. Нынешние командиры гордятся, что тогда не погиб ни один украинский солдат. После официальной части празднования четвертые годовщины освобождения перешли к неофициальной. До самого вечера здесь бушевал фестиваль «Свободный Мариуполь». Ярмарки, спортивные соревнования и концерт. А завершился праздник фаер-шоу. Тарас Говдя, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал «Интер». Донецкая область. Новый стрелковый полигон для полицейских открыли под Херсоном. Тренировочный лагерь расположился на месте бывшего карьера. Он занимает площадь 5 гектаров. Строили его почти полтора года. Здесь есть пистолетные, гранатные и автоматные тиры. Есть также полоса препятствий, место для отработки операции по освобождению заложников, тренировочный блокпост и админздание. Украинская гривня так укрепилась, что стала одной из самых стабильных валют в мире. По отношению к доллару она выросла почти на 8%, обойдя при этом грузинский лари и колумбийский песо. Такие данные опубликовали аналитики агентства Bloomberg. При этом цены в Украине практически на все товары не снизились. Почему, выясняла любовь кукла. Режим экономии? Легко. Цены ужасные. Как цены? Плохие цены? Очень плохие. Конечно же, всем бы хотелось, чтобы они упали, но мы, по-моему, уже все привыкли. Привыкли еще бы. А что еще остается? Галлопирующая инфляция в очередной раз вынудила украинцев туже затянуть пояса. И это при том, что национальная валюта за последнее время рекордно укрепилась. Мы вошли даже в топ рейтинга в мире по укреплению валют. Но тут парадокс. Гривня растет, но вместе с ней растут и цены. Вместо, по логике, обратного процесса. У нас есть продукты, которые сильно растут в цене. Например, молоко. Летом цена на молоко и на молочные продукты всегда снижается. Что мы видим сейчас? Цена медленно, уверенно растет. На молоко, яйца, а еще на мясо. Которое, к слову, скоро станет для украинцев настоящим деликатесом. Мясо как? Домашняя свинина, в принципе, стоит от 70 гривен до 100-120. Не дороже. Не дороже, но и не дешевле. Продавцы уверяют, в ближайшем будущем цены менять точно не будут. Невыгодно. Стоять на месте, потому что зерно не падает. Если вырастет порося, оно обходится очень дорого. И мусить стоять цена за зорь какой-то на его. Потому что, чтобы вернуть затраты, это за то, что люди находят. Немного лучше дела в овощном отделе. Там цены еще терпимые. Огурчики стали уже набагато дешевше. Да все, помидоры, кабачки. Потому что у нас уже своя продукция пошла вся. То есть мы все-таки пользовались условиями юга. А сейчас у нас и кабачки, и цукини, огурчики. Это уже все своя продукция. Тем не менее, продавцы жалуются. Покупателей нет. В мясном отделе вообще штиль. Люди трошки с меньшим капиталом стали. Мало. Где-то в последнее время люди у нас пропали. Мабуть, выехали. Зимой и летом в одну цену, если ценники на фрукты, овощи и ягоды зависят больше от сезона, а не от курса доллара. То стоимость остальных продуктов на рынке остается стабильной. Точнее, стабильно высокой. Аналитики по поводу украинской так называемой стабильности даже шутят. Дескать, ситуация с валютными танцами в стране напоминает анекдот. Курс повышается, цена повышается. Курс понижается, а цена не понижается. Почему? Потому что, как в одесском анекдоте, как рассказал Абрамович, это стабильность. Но не продуктами едиными. Бытовая техника и электроника, бензин и автомобили, обувь и одежда. Практически все на украинском рынке импортное. И даже бренд сделан в Украине. Ведь очень часто сырье производители покупают за границей. Пуговицы, нитки, ткани. Мы свое собственное вообще ничего не производим. Поэтому мы все равно привязаны к курсу. А за что покупаем, за то и продаем. Ведь себе в убыток никто работать не будет. Хотя власти неоднократно обещали обуздать галлопирующую инфляцию. Любовь Кукла и Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер. Кто последний? Эстония предлагает избавить украинцев от очередей. Об этом говорили на конференции в Киеве. Встреча общественных активистов, политиков и программистов получила название «Цифровая Украина. Опыт Эстонии». Балтийцы предложили ввести единую электронную базу для всех госорганов. Подобные реестра используют во всех странах ЕС. Таким образом, украинцы, не выходя из дома, смогут оплатить коммуналку, посмотреть, как учится ребенок или зарегистрировать свой бизнес. В Эстонии мы не ходим и оплачиваем. Мы садимся на диван перед телевизором и заполняем свои налоговые деплокарации, переписываем машины, смотрим, как ребенок учится в школе. Я предлагаю Украине подумать о необходимости прозрачности своей государственной системы. Это не значит, что она не прозрачна. Но из комментариев и вопросов я понял, что она организована достаточно сложно. Для нас сегодня очень важно, чтобы приехали наши эстонские партнеры, это члены парламента. Но это именно те люди, которые разработали, а главное, втелили успешную модель обслуживания граждан, электронные сервисы, все от уряда. Мы увидели этот опыт. Он сейчас самый успешный, потому что он, главное, спрощивает жизнь людей. У всех вопросов. Дитякий садок, безкоштовно и без черги, на веб-ресурсе державы, або в столице стоит, будь ласка, регистрируйтесь. Зарегистрируйте бизнес, вдумайтесь. Один день. Они также требуют усилить защиту материнства в Украине, увеличить детские выплаты, размер помощи при рождении ребенка, вернуть льготы матерям, а также защитить и поддержать детей, пострадавших от боевых действий. Все требования женщины вложили в резолюции, которую передадут президенту, премьеру и спикеру парламента. Нам четыре года, говорят, нет денег. Мы четыре года понимаем, что идет война. Мы понимаем, что нам нужна армия, способная защитить нашу страну. Но мы же также понимаем, что баланс между человеческой безопасностью и оборонной безопасностью должен быть соблюден. В Черкассах во время движения взорвался автомобиль. Случилось это на одной из самых оживленных улиц города. Пострадал 69-летний владелец авто, который был за рулем. Его без сознания госпитализировали в больницу скорой помощи. Не приходя в сознание от большой потери крови, он скончался. Вместо происшествия под охраной там работают взрывотехники, кинологи и спасатели. Как стало известно местным СМИ, погибший известный бизнесмен, директор торгового центра. По предварительной информации, в салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Лечение в больницах будет оплачивать государство. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман накануне Дня медика. По словам главы правительства, Кабмин меняет принцип финансирования больницы и переходит к системе оплаты непосредственно лечения, а не стены или койка мест. Также вместе с профильными клиниками постепенно обновляется и система экстренной медицины. От автотранспорта до квалифицированных врачей из современных отделений в больницах. Накануне Дня медика лучшие военные. Гражданские врачи получили награды. Это признание общества за спасенные жизни. На торжествах побывали и наши корреспонденты. Ордена за спасенные жизни и медали за милосердие. Сегодня получили более 100 докторов. Это умение быть благодарными. Тогда, когда государство этого не делает. Нет государственной награды для лекарей, для медсестер, для парамедиков. Нет отдельной. Сегодня мы благодарим тем, кто каждый день, рисковывая собственным жизнью, рядует бойцов на передовой, рядует в реанимациях, не имея медикаментов, не имея медицинского обеспечения, в основном, buscando, каким образом это сделать. Среди награжденных гражданские и военные медики из столичных поликлиник, института Амосова, мобильных военных госпиталей, медработники пограничной службы и госслужбы чрезвычайных ситуаций. Они просто делают тихо, спокойно, каждый день спасая людей, каждый день принимая роды, каждый день делая операции, каждый день удаляя зубы и так далее. Мы как бы не видим это, но это огромная работа. Закупить за свой счет медицинское оборудование, а также три машины мобильной стоматологии и девять раз съездить в зону АТО. Будучи гражданином Ливана, Салим Караме оказал медицинскую помощь более тысячи украинским воинам. Медик, он должен лечить людей. Клятва Гиппократа, она для всех Гиппократа, для всех она одно и то же. Поэтому мы, как медики, мы должны людям помочь, независимо от его статуса, независимо от его дежурного положения. Дай Боже, что закончится война, будем лечить семьи АТОшника, будем лечить АТОшников, которые уже живут с нами, которые работают здесь. Медаль за милосердие и заботу – первая награда Юлии. Девушке приходилось спасать воинов АТО прямо из-под вражеского огня. У нас сложнее было морально. Очень тяжело смотреться на стражение людей, действительно, каким болит. Руки делают, а душа болит. И все это медики, работающие в госсфере, совершают за минимальную зарплату в 3200 гривен. Лина Зеленская, Андрей Ярковой. Подробности – телеканал Интер. Ко дню медработника жители небольшого городка Дергачи под Харьковом получили отремонтированную больницу. Здание 19 века капитально не реставрировали ни разу. Теперь люди могут лечиться в своем городке, не выезжая в областной центр, побывали на открытии и наши корреспонденты. Врачи и чиновники с интересом рассматривают новый аппарат УЗИ, который привезли в подарок Дергачевской больнице. На этом аппарате врачи смогут обследовать до 10 тысяч человек в год. А это значит, жители Дергачей теперь смогут получать медицинскую помощь рядом с домом и не ехать в областной центр. Здание этой больницы не ремонтировалось с прошлого века. Больница 1897 года начала свою функциональную деятельность. Вот эти вот корпуса частично построены в позапрошлом веке, частично в 30-х годах были огромные проблемы с крышей, практически прогнившие перекрытия. За 8 месяцев отремонтировали 4 отделения. Пациентов при этом не отселяли. Финансировать ремонт местным властям помогала немецкая организация GAZ, которая с 2014 года оказывает Украине помощь в восстановлении социальной инфраструктуры. Мы полностью заменили крышу, полностью заменили окна, двери, фасад полностью обновили и выполнили практически все внутренние работы. И на это было выделено около 10 миллионов гривен. И еще мы поставили медоборудование, три прибора. Изменения коснутся не только Дергачевской больницы, обещает глава обладминистрации. Сегодня открыли 4 отделения, которые будут указать послуги стационару. Майже 7 тысяч людей каждый год проходят через сессии, через турботливые руки медиков. Поэтому будем укрепляться и медическими остаткованиями. Сегодня оставили в районе надсучасный ультразвуковый комплекс. Было вручено медический автомобиль. В целом мы по области будем укрепливать медическую сферу, делать капитальные ремонты в районных лекарнях, в местных лекарнях, для того, чтобы и пациенты, и лекари відчували эти изменения. Поднимать сельскую медицину будут по всей стране. В этом году на ее развитие выделят 4 миллиарда гривен. В Харьковской области будет построено близко 50-55 новых амбулаторий. Они будут наполнены новым медическим обладнанием. Для того, чтобы жители Харьковщины не ездили в Харьков за вторинной медициной, специализованной, а благодаря тому обладнанию, якою будут обладнаны эти амбулатории, жители могли на местах, в себе, в родных местах, в своих селищах утримать качественное медическое обеспечение. В Харьковской области в этом году обновленные больницы откроются в шести районах. Елена Кагал, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Уволенные новациями в Кривом Роге более сотни медиков попали под сокращение в связи с медреформой. Как люди пытаются спасти медучреждения, расскажут наши корреспонденты. Микрорайон Всебратское в Кривом Роге. 30 лет местные жители, большинство из которых военные, обслуживались вот в этой поликлинике. Уже месяц она не работает. Медучреждения закрыли в связи с медреформой. Вместо поликлиники осталась лишь амбулатория с терапевтом и медсестрой. В связи с реформацией, реформированием нашей медицины, что должна быть первичка, а вторичный звенок, к сожалению, в эту медицину не вписывается. Люди не могут, допустим, вылечить пневмонию без рентгена. Люди не могут вылечить, подлечить без физкабинета. Без тех же самых стоматологов наша поликлиника, тоже не поликлиника. Месяц назад Ирину уволили вместе с еще десятком сотрудников. Но больше всего ликвидация поликлиники ударила по жителям микрорайона. Теперь, чтобы сдать анализы или попасть к узкопрофильному специалисту, им нужно ехать 20 километров. У меня трое деток, вот самая младшая девочка, двое старших мальчиков. Вот сейчас, в данный момент, иду мимо на стоянку, потому что едем сдавать анализы. Необходимо, чтобы в этой поликлинике, как и раньше, были все специалисты, и чтобы они принимали всех, и взрослых, и детей. Чтобы я с ребенком могла прийти, сдать здесь на месте анализы и пройти всех врачей. Сохранить поликлинику жители микрорайона просили и местную власть, и Министерство здравоохранения. Писали обращения, собирали подписи, даже перекрывали дорогу. Но все безуспешно. На побочные эффекты медреформы сегодня пожаловались и лидеру аграрной партии Виталию Скоцику, который приехал в канун профессионального праздника поздравить криворожских медработников. В мире сегодня есть 5 основных программ, систем, с которыми работают государства для обеспечения качественным медицинским обслуживанием. Классичная, наверное, для нашей страны была бы система 100% государственного страхования. В таком случае медики знают, что они будут четко обеспечены необходимыми бюджетными границами, а люди знают, что они всегда могут обратиться к лекаре и получать необходимую поддержку и лекарство. На жаль, та медичная реформа, которая происходит сегодня в Украине, она далека от тех 5 систем, которые сегодня работают эффективно в мире. Медработники, а также жители микрорайона Всебратское все еще надеются, что их услышат и работу поликлиники возобновят. В противном случае люди готовы к акциям протеста. Поддержать их пообещали и представители аграрной партии. Елена Брынзов, Владимир Кувакин, подробности телеканал Интер, Кривой Рог. Вице-премьер Геннадий Зубко вместе с представителями ЕС принял участие в велопробеге в Житомирской области. Таким образом, чиновники пытались привлечь внимание к развитию велосипедного движения как альтернативы автотранспорту. По словам Зубко, сегодня Украина, используя опыт европейских стран, становится здоровее как физически, так и экономически. В Прикарпатии уже более года студенты учатся в полуразрушенном здании. Один из корпусов Коломыского экономико-правового колледжа обвалился еще в мае прошлого года. И на днях там произошло новое обрушение. Тем не менее, занятия не отменили, кто и почему подвергает жизни детей опасности, выясняли наши корреспонденты. Ирина с однокурсниками готовится к выпускному. Вальс студенты репетируют прямо на тротуаре у здания колледжа. На данный момент готуем номер до выпускного, нашего выпускного. Сталась у нас такая беда, не жаль, актовый зал завалился, но мы можем что-то готовить. ЧП в колледже произошло в мае прошлого года. Тогда во время занятия обвалилась часть фасада здания и перекрытие трех этажей. Чудом никто не пострадал. После этого учебный процесс прекратился. Но уже через несколько месяцев его возобновили. По словам директора, разрешение на это дала экспертная комиссия. За год никаких ремонтных работ в колледже не проводили. А на днях произошел новый обвал. Рухнуло перекрытие крыши в том же месте, что и в прошлом году. После очередного ЧП мэр Коломы собрал комиссию. Но учебное заведение работает в обычном режиме. Первокурсник Владислав спешит на зачет. А вам директор не побережал, что тут не можно в колледже проходить навчание? Ну, не было такого. Не побережу. Дозволили. Сказал, что у него есть дозволы на навчание. Директор колледжа уверяет, никакой опасности для студентов нет. Но вот правоохранители говорят, занятия директор должен был остановить. Комиссия, однозначно, есть заборонить навчание. Однако, руководитель не принял какую-то экспертизу. Игра говорит, что в частине начального заклада могут идти навчаться. Я вижу эту экспертизу, которую ему дали приватные инспекторами. Почему произошел первый обвал, в полиции не установили. Когда начнутся восстановительные работы, директор колледжа не знает. Говорит, на все нужно минимум 6 миллионов гривен. Выделить средства должно Министерство образования. Ведь учебное заведение государственное. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, Телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Италия закрыла порты для еще двух судов с мигрантами. Глава МВД Италии Матео Сальвини заявил, что тем, кто зарабатывает на подпольной миграции, придется искать другие каналы. Напомню, неделю назад в Средиземном море спасли 629 нелегалов из Африки. Однако, их отказались принимать Италия и Мальта. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, принять мигрантов согласилась Испания. Сейчас корабль со спасенными нелегалами следует в порт Валенсии. Эфелеву башню защитят от террористов прозрачной пулей, непробиваемой стеной. Установку новой системы защиты стоимостью 35 миллионов евро полностью завершат через месяц. В обществе по эксплуатации Эфелевой башни ее уже назвали надежной, как скала. Стеклянная стена толщиной в 6,5 сантиметров и 3 метра в высоту будет защищать башню по обе стороны от площади. С других сторон металлический забор высотой почти 3,5 метра, а перед ними установят еще и каменные блоки, чтобы предотвратить нападение террористов на автомобилях. Спасти коалицию Германии на пороге правительственного кризиса. Там в пух и прах разругались партнеры по правящему блоку. Из-за чего, расскажет Татьяна Лугнова. Еще не на грани развала, но трещины уже пошли. В правящей коалиции Германии громкая размолвка. Поссорились канцлеры Ангела Меркели, министр внутренних дел Хорзея Хофер. А за ними и партии, которые политики представляют. Христианско-демократические и христианско-социальные союзы. Причина – разные взгляды на миграционную политику страны. Хорзея Хофер в прошлом премьер Баварии всегда критиковал миграционный курс Ангелы Меркель. А став главным силовиком страны, решил его подкорректировать. Зея Хофер разработал планы, среди всего прочего, предложил даже не впускать в Германию беженцев, которые уже зарегистрировались в других европейских странах. Так нельзя категорично, заявила Ангела Меркель. Дескать, каждый проситель убежища имеет право на индивидуальное рассмотрение своего дела. Например, как не пускать, если в Германии уже получила убежище семья беженца. Да и в конце концов это будет несправедливо по отношению к странам, которые находятся на внешних границах Евросоюза и первыми принимают беженцев. Переубедить министра канцлер пыталась лично на экстренной встрече, но не получилось. Зея Хофер и ХСС стоят на своем и даже выдвинули партнерам по блоку ультиматум. Или Меркель дает добро на миграционный план, или Зея Хофер, как министр, вводит это нововведение в силу без ее согласия. В Германии уже пора принимать собственные решения. Я думаю, любые европейские правила будут работать лучше, если наша страна проявит инициативу и расставит свои акценты. Мы должны думать не только о Европе, но и о собственных гражданах. Поэтому и должны как можно быстрее реализовать правила отказа в пересечении границы. Нельзя, чтобы Германия сейчас в одностороннем порядке заявила, теперь мы будем отсылать обратно беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах. Это приведет к тому, что другие страны перестанут их регистрировать. В понедельник экстренные консультации продолжат, ведь под угрозой не только миграционный курс, но и единство правящей коалиции. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Масштабный пожар Шотландии второй раз за последние четыре года горела одна из визиток Глазган. Знаменитая школа искусств. Первые сообщения о пожаре поступили поздно ночью, когда неподалеку гуляло множество людей, среди них и выпускники школы искусств. Огонь быстро распространился на соседнее здание. Жители окрестных домов успели эвакуировать. На место пожара отправили более 120 пожарных. К утру пламя потушили, никто не пострадал. Причины пожара выясняют. Артек отмечает 93-й день рождения. Истории вокруг названия Международного детского центра множество. Самое популярное, связанное с перепелками. Вот уже два года ребят встречают в Пущеводице в новом старом Артеке. Побывала Элина Зеленская. 21 день на свежем воздухе. Танцы, квесты и спортивные соревнования. За 93 года в легендарном Международном детском центре оздоровелось более полутора миллиона детей. 60 стран. После аннексии Крыма детская здравница открыла своей дверью в Пущеводице под Киевом. Именно здесь, два года назад, началась новая летопись украинского Артека. Каштаны вместо кипарисов. Сапсаев пруд вместо аюдага. Но все те же задорные песни и лучезарные улыбки детей. Наша назва! Сэма Горький! Для украинских детей путевка в Артек всегда была самой почетной наградой. А для иностранцев счастливой возможностью открыть новый мир. Была международная смена. Переезжали 50 стран. От Африки до Азии. Там огромная территория. 208 гектаров. 9 лагерей. Огромное количество. Там до 3500 полносков. Сейчас в Киевском Артеке оздоравливается более тысячи ребят. Это дети ветеранов, солдат, воюющих за независимую Украину, малыши из малобеспеченных семей, а также одаренные ребята. И лишь 10% путевок коммерческие. До нас приезжает на целый риг. Абсолютно. Мы должны принимать в этом году близко 13 тысяч детей на отдых и здоровье из всей Украины. Волынская область. Запорожье. Львовская область. Новоявриск. Харьковская область. Место Лозова. Житомир. Здесь это маленькая уютная семья. Там это много знакомств. Маша 7. В Артеке девочка впервые. Говорит, уже многому научилась. Быть самостоятельно, рано вставать, надувать шарики, вести здоровый образ жизни. Все лучшее детям. Это в Артеке касается и кухни. Мне этот Артек нравится. Тут обид хороший. И вкусняшки дают. Йогурт, печенье, мандарины, яблоко, апельсины с соком. Лагеря в Артеке теперь называются содружествами, отряды товариществами. Корпуса не на берегу теплого моря. Но многие артековские традиции коллективы воспитателей удалось перенести сюда, в пущу водицу. Запсаев пруд или гора Аюдак. Лагеря или содружество. Важно другое. Артек всегда был, есть и будет детской мечтой. Обитаемым островом дружбы, доброты и душевной песни. Артек, напомни, я не крыла Артек. Лина Зеленская, Андрей Ярковой. Подробности, телеканал Интер. Дрифт на Феррари в самом центре Киева. Гонщик Формулы-1 Марк Жене устроил сегодня для киевлян настоящее автомобильное шоу на контрактовой площади. Подробнее наши корреспонденты. С самого утра вся контрактовая площадь перекрыта полицией. Невзирая на жару, тысячи киевлян и гостей столицы пришли сюда, чтобы посмотреть на звезду Формулы-1 Марка Жене. Он приехал в столицу всего на один день, чтобы принять участие в автомобильном шоу. Для меня большая честь быть здесь, в Украине. Как вы знаете, недавно был финал Лиги чемпионов, где победил Мадрид, и теперь и Украина, и Киев очень популярны в Испании. Для меня также честь представить для вас заезд на автомобиле Формулы-1. Я думаю, вам всем понравится. Не каждый же день Формула ездит по центру города. 44-летний испанец Марк Жене один из самых известных тест-пилотов Формулы-1. Именно благодаря ему на гоночных болидах Скадерия Феррари воплощаются новые идеи и совершенствуются технологии. Перед своими киевскими поклонниками каталонский пилот появился неожиданно. На красной Феррари он стартанул с другого конца площади. После небольшого приветствия Марк показал всем дрифт. В течение всего дня гостей развлекали и украинские дрифтеры. Помимо автомобильного шоу перед зрителем выступили мото- и велобайкеры, диджеи и битбоксеры. Присутствующие также могли почувствовать себя частью настоящей команды Формулы-1, приняв участие в соревнованиях Pit Stop Challenge. Здесь же на контрактовой площади организаторы устроили мини-выставку автомобилей. Ольга Теребинская, Юлия Жешко. Подробности телеканал Интер. Какие бонусы в Нидерландах будут получать велосипедисты? И какие необычные фигуры появились на побережье Хорватского острова? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Бонусы за езду на велосипеде будут получать нидерландцы. Местные власти планируют доплачивать тем, кто приезжает на работу на двухколеснике. Министр инфраструктуры страны Стинтаван Вельдховен заявил, еще по меньшей мере 200 тысяч человек нужно вытащить из авто. Велосипедистам будут возмещать по 19 центов за каждый километр, который они преодолеют по дороге из дома на работу и обратно. В Нидерландах этот вид транспорта и так пользуется большим спросом. На 17 миллионов населения там около 22 миллионов велосипедов. Мусульмане по всему миру празднуют окончание святого месяца Рамадана. Большой религиозный праздник Ураза-Байрам знаменует завершение длительного поста. И в эти дни мусульмане покупают много сладостей. Теперь их можно есть без ограничений. В Бангладеш тысячи людей покинули Даку, чтобы праздновать с родными в маленьких городках. А в столицах Индии и Индонезии провели массовые молитвы на площадях. В Лондоне велосипедист побил британский рекорд 127-летней давности. 35-летний Марк Бомон за час преодолел почти 34 километра на велосипеде с высоким передним колесом пианифартинг. Рядом с ним для поддержки ехали еще несколько спортсменов. На самом деле Марк пытался побить мировой рекорд, но упал, не дотянув чуть больше километра. Поэтому получилось превзойти только британский результат. Героев детского мультика «Мадагаскар» вылепили из песка на побережье хорватского острова Раб. Десятиметровых гиппопотама «Глорию», «Зебру Марти» и целую банду пингвинов бояли студенты школ искусств со всей Европы. Среди посетителей пляжа устроили конкурс «Кто сделает лучшее фото с любимым персонажем». Необычные фигуры на пляжах Раба появляются ежегодно во время фестиваля песчаных статуй. Его проводят уже седьмой раз, чтобы привлечь туристов на местные курорты. В Швейцарии начали глобальную модернизацию Большого андронного коллайдера. Об этом сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям. Тоннели ускорителя частиц расширят, благодаря чему количество сталкиваемых протонов и тяжелых ионов увеличится в 10 раз. После модернизации машина только за год будет собирать данных столько же, сколько собрала за десятилетия своего существования. Это предоставит возможности для более глубокого понимания Вселенной. Усовершенствование коллайдера планируют закончить в 2026. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности о прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова